Большой брат! Большой брат! Большой брат! Он нам не брат! Мы в том плане, что большой брат выдаётся нас и ждёт. Мы бесплатная газета. Мы зарабатываем с нами, сами перепламен, как и например Анатолий с его газетами. Как и многие другие газеты на больших городах, которые тут ходят, про которые можно долго рассказать. В том числе и город Алик-Кудынков мы находили прекрасные газеты «Фарма Новости». Дело не в том, профессионализм заключён я соглашусь с коллегой Пересниченко, профессионализм заключённым в том, как мы делаем на ошибки слова, правильно пристраиваем фразы, а то нафига можно не читать, честное слово. Там газета, которая находила, она находила тиражом 6000 экземпляров в 30000 городе. Она сама себя покупала, сама зарабатывала. У них каждый номер, в четверть полосы была рубрика «Наши госики». Потому что писали уже специальная женщина-научительница, она публиковала эти разборы полёта, где и какие сделали ошибки. Но люди их читали, потому что написали, а то, что нужно. Когда мы говорим о формировании имиджа чего-то там, газет, имиджа территории, газеты нет задачи формировать имидж территории. Газеты, им есть необходимость, им нужно читать. Но читать его, чтобы ему здесь жить, и чтобы покупать эту газету, им нужно чувствовать, что вокруг нормальные люди, что можно здесь жить, что здесь что-то можно поменять. Есть плохое, есть хорошее. Хуже не бывает, если мы начинаем формировать позитивные имиджи. Не надо формировать позитивные имиджи. Нужно рассказывать про ту жизнь, которая есть. И вот тут мы подходим вплотную к тому, кто наш герой газеты. Потому что, когда я открываю издание, и это, извините, я бы даже не 90 процентов сказал, а 95 процентов изданий, и когда там одни дядьки за 50 в пиджаках, вот как я должен относиться к этому изданию? Это газета для дяди за 50. Когда я читаю материал на первой полосе в московской газете муниципальной про открытие физкультурного комплекса в районе, а там на фотографии как начальник главного права режет ленточку, о чем материал, почему это вообще имеет ко мне какое-то отношение? И это речь не идет о глубинке, где у вас есть одно издание вообще, а речь идет о Москве, даже о Подмосковье, где у людей колоссальный выбор вообще-то. Поэтому здесь очень важно, а что мы предлагаем человеку? Вот поставьте себя на место читателя, простой тест, простой вопрос, когда есть темы, какую ставить на первую полосу или вообще о чем писать. Вы придете домой и что-то скажете своим родственникам, маме, папе, мужу, сыну. Вау, представляешь, что это состоялось с совещанием, или вау, сегодня такой круглый стол прошел. Ну нет, вы же будете рассказывать. А то, что там, не знаю, человек сгорел, вся семья, может быть, расскажете, если это рядом с вами было. Или, может быть, вы расскажете историю про, там, не знаю, в одном из районов, борется с точечной застройкой, или эта тема про эти точечные застройки в Москве уже вот здесь уже невозможно, но ведь важно, как вы ее расскажете. Потому что там вот дедушка один, они чтобы бороться, он поставил себе сирену на балкон, и когда приезжали застройщики, что он его врубал, и с жителями сбегались. Вот это уже история, которую вы можете рассказать. А проблема в том, что я этих историй там вообще не вижу, такое ощущение, что там люди не живут, ни с кем не говорят, ни с чем не общаются. Поэтому вот это, с моей точки зрения, ключевая проблема. А вот следующий шаг, а позволит ли эта система, которая существует, владение вашей газетой, отношения с администрацией, а позволит ли она вам это делать? И вот тут начинается интересная история. История эта связана с тем, как вы сами эти рамки для себя определяете, и как можете вы их от одной. Потому что очень часто эти рамки, они построены на условной договоренности между владельцем, государством в данном случае, и исполнителем. Потому что один не делает чего-то, потому что стереотипно ожидает, что я это сделаю, а мне будет за это вот это. Мы его просто не делаем. То есть он подвигается все туда-туда, в соглашательстве. А этот начальник, да, он считает, что вот если это так происходит, так это и должно, в принципе, происходить. И в итоге мы имеем газету, которая делается для двух-трех человек управления, которые даже, может быть, ее не читают, я не уверен, что ее не читают. Или там, управленная администрация. Вот это ключевая проблема. И извините, когда вы говорите о том, что не нужно это обсуждать, что нужно пожалеть и так далее. Это государственные деньги при всем при том. Это государственные деньги. Если там, не знаю, Анатолий Полосков решил бы делать, печатать одни постановления администрации в своем районе, и люди бы это покупали. И он бы на это, да ради Бога, пусть он это делает. Если людям это надо. Если они видят в этом ценность. Есть, я согласен, есть города и города. Есть районы, которые в случае, если просто убрать государственное финансирование, то не появится Новая Полоскова в том районе. Там еще кто-то, много таких людей на самом деле. Возможно, в силу удаленности, в силу разных экономических причин не появится. Но тогда вопрос, а газета ли там нужна? Может быть, там нужен другой способ информирования населения? Может быть, нужно попробовать создать корпорацию, по примеру, BBC, которая работала бы на все, объединила бы этих людей. Потому что просто давать деньги на крайнюю профессиональную работу, я не вижу смысла, честно говоря. А особенно в ситуации, когда есть прямая конкуренция за рекламу, за распространение. Это вообще-то неправильно, несправедливо, нечестно. Система тендеров в каком-то смысле помогает этот вопрос решать. Но тогда тендеры начнут насчет чего? Одно дело, когда вы получаете грант, чтобы реализовать какой-то проект. Понятно, да? Например, мы получили от Министерства печати, как вы сейчас называете, дирамя агентства. Получили грант на то, чтобы вот наш корреспондент прошел как встапами Ломоносова от Архангельска до Москвы, описал, что он там видел, все эти деревни, погибающие, не погибающие, разные писал. Для этого нужны деньги, понятный проект, понятно мы это делаем. Все нормально, мы за это какую-то денежку получили, плюс какую-то новарию большой. Но когда вам дают грант на обеспечение информационной деятельности, что это означает? Ничего. Это означает, что будут перерезать бесконечно ленточки. И в небольших городах, между прочим, есть чудовищное конкурентное преимущество. Никакой интернет не перебьет это в местное издание, потому что местное издание может писать о том, кто-то другой вообще никак не напишет, но он может писать, ну не сводки давай, и не управа, а о том, что вот, это могут нелепые маленькие новости, там не знаю, когда к тому же кудынкаре коз эвакуирует в центральной площади, и как бабки приходят их выручать оттуда, и как они с ними разговаривают через эти, через решетки, потому что это их козы. Это мелочь, да? Но это история, про которую люди будут друг другу рассказывать, и которая их касается. Второй важный момент. У нас не могут почему-то люди разделить местность блоками, да, и местечковость. Потому что почему-то считается, что мы пишем только о том, что вот здесь у нас вот произошло. Дело в том, что события, которые происходят в городе Сосеки, в области, в стране, в мире, они тоже касаются людей. Они живут сейчас в гораздо более глобальном и связанном мире. И любая информация, любой закон, который принимается в Москве, он будет иметь последствия для людей, которые здесь живут. Почему не найти этих героев? Почему это вечная проблема? О чем же мы будем писать? Да, о чем было сегодня на совещании? Да, да, опять ЖКХ, опять дороги. А вот, да, ЖКХ это важно. Ну, нельзя все время, извините, про дерьмой парк. Ну, нельзя. Ну, это, ну, люди должны чувствовать, что что-то происходит интересное. Ну, хоть что-то, а не плечо человека должны чувствовать. У нас крайне атомизированное общество. В Москве, где угодно. А когда мы пишем о том, как люди собираются, чтобы что-то сделать, это песню вместе спеть. Анекдоты вместе рассказывать, двор убрать, выборы провести, понаблюдать за этими выборами. Я не знаю, политикой заняться, чем угодно. Любая созидательная деятельность, когда люди вместе собираются что-то сделать, это повод для того, чтобы об этом рассказать. Любой закон, любое событие, всегда может быть какая-то эмоциональная реакция. И вот, просто хочется, чтобы люди видели, что мир тут большой. Что, ну, не стремно жить в этом месте, как за концом. Вот это то, что хотел сказать. может быть коммерческий успех, хотя бы, ну, вы можете сами себя поддержать. Если, мы будем думать о том, нафига мы нужно читать, нафига у нас, зачем мы мэру нужны, как мы будем формировать эти территории, а как люди-то через нас будут. Зачем мы им нужны? Вот он взял эту газету, и что он с ней сделал, кроме того, что он положил эту работу? Спасибо.